друзья подписчики всем огромный привет и джин влог с на связи в общем сегодня небольшое информационно-развлекательное видео хотел вам показать небольшие покупки по ножевой тематике ну видео чисто такое тут не будет обзора потому что как бы обзор по каждому ножой надо подробно там рассматривать его параметры испытывать как он там в рубке в резке и в прочих функциях так как ножей здесь достаточно много то это просто как типа но я вам их там покажу расскажу по цене ну примерно увидите кто еще они для себя представляют то есть может быть кому-то будет интересно посмотреть обзор он там подпишется потом посмотрит кому-то может просто интересно это видео там посмотреть мне город люди часто для засыпания используют ну и для истории останется то есть хоть сам потом буду знать какие ножи там и покупал и видно как бы ну по вот с течением лет можно посмотреть к чему там движется в итоге ножевая коллекция как она прогрессирует ну перед началом показа как бы новых ножей хотел пару замечаний вот поэтому ножу но люди тоже писали много комментов понятно нож нестандартный но они просто или не внимательно смотрят видео или все перематывают я вам говорил что я сам прекрасно понимаю смысл этого ножа поэтому я вам говорил я его в основном брал как бы для развлечения для фана для интереса но понятное дело я не рассчитываю на него что это серьезный какой-то рабочий инструмент понятное дело что он сделан полностью качественно и он может использоваться как рабочий нож то есть здесь все вот я вам грил red tank есть здесь все нормальная сталь рессорная здесь у него огромная толщина то есть закалка хорошая ручка ну то есть все качественно такой нож которым ты будешь делать что-то он не развалится но понятное дело что там по его стоимости до 30 долларов можно купить какой-то более подходящий нож там для например бушкрафта для похода там для каких-то целей которые вам нужны потому что этот нож в нем более как бы понятно более другой смысл в которой все вкладывается то что это как бы ручная работа там делается в непале то что здесь все натуральные материалы минимум ну тут вообще механизация насколько мне известно используется только когда полируют клинки это это типа полировальная машина у них все равно с ну с таким велосипедным сцепным приводом то есть чувак сидит крутит эти педали это диск вращается войлочная он на нем ее полирует вот все остальное как бы делается вообще обычными ручными инструментами там ну может болгарки используются там чтобы пиливать не знаю ну то есть тут нету каких-то станков там чпу и прочего вот из самые главные проблемы да вот которую я для себя вижу в этом ноже то есть как бы да понятно нож красивый качественный из хороших материалов я из того что делал я только помыл как бы чехол ну смочим средством и нанес специальный воск для кожи я вам его когда-то показывал какой-то английский я не помню фирма вот для того чтобы ну просто он ну хорошо выглядел хорошо сохранялся был водостойкий вот эта штучка кстати снимается отсюда то есть если она вам не нужна там то можно вообще у так его носить вот можно на поясе вот ну не факт не столь важно просто для информации значит основную проблему как я вижу это не столько там понимаете там что толстая лезвие что так форма вот это вот такая это все как он должен быть вот основное что я здесь вижу в обычном использовании это правильно это то что сталь не нержавейка то есть это нормальная сталь да она там и держит заточку и легко точится но от из-за того что она не нержавейка видите на ней будет появляться или ржавчина или помутнение если вы его ну не будете как бы за ним делать уход и естественно его не особо удобно и из-за этого использую то есть правильно говорят вот и масло какое-то нанес машина и до чтобы клинок не ржавела но у вас будет в ножнах там это масло тоже будет оставаться и то есть как бы резать продукты уже понимаете ножом от машинного масла как-то не очень таком ильфу вот ну вот это как бы основное что вижу русскую кстати тоже помыл и потому что насколько я знаю они их ничем не пропитывают и я хочу ее пропитать то тоже маслом но у меня просто несколько разных этих масел я еще не решил каким именно но она уже готова как бы пропитки просто пропитаю маслом и все ну и ну будет да нож но я вам говорю это чисто для фан понятное дело что практической пригодности у него единственный смысл если у вас другого никакого ножа нет а так любой современный нож понятное дело будет более там удобный целесообразный и как бы его не надо будет там никакими маслами обрабатывать чистить от ржавчины и ну и все такое в общем это для фана я про это говорил и поэтому мне люди там говорят ну вот неудобно продукты резать ну вот он ржаветь будет но это все естественно и писали мне тоже про размер я вам тоже про это говори что я понимаю что это маленькие размеры я брал его как бы больше для того чтобы посмотреть чтобы не вкладывать сразу большие деньги и посмотреть как она выглядит поэтому я взял такой чуть побольше но тоже это как бы не получается не то к чему бы я бы хотел и от этого ножа получать этот я взял просто как бы потому что это считается классический как бы самый известный самый распространенный нож он называется я вам про него в том видео говорил сервис один то есть сервис один ну понятно это как бы получается копия или реплика ножа то есть она в принципе точно такая же которая была настоящий нож и он от него собственно ничем отличается он может отличаться но только в лучшую сторону то есть качество здесь может быть только лучше потому что здесь это делают для коммерческой продажи как бы людям и они отвечают за всю эту там если трещины в ноже если какие-то ржавчина проблемы а в армии конечно никто к этому не предъявляет но какой нож выдали такой выдали потому что здесь как я вам говорю не там не используются какие-то защитные материалы и прочее прочее то есть эти ножи могут ржаветь это натуральная кожа если сырость она может там покрываться плесенью такое ну то есть это все здесь более серьезно за этим следят но тоже это из непала причем это заказывал уже на другом сайте и там они в общем такая красивая упаковка была тоже вот прямо не как из непала их заматывают так и приходят они их не открывать ничего не смотрят в общем по цене он тоже недорогой по моему 89 долларов вот такой нож значит в чем разница то есть тот маленький я вообще не знаю даже они существовали такие в реальности или это сделали потом маленькие просто как типа для туристов да типа сувениров но такой нож это реально существовал и реально это именно та модель которая вот была официально на вооружении разница между сервис один и сервис два в том что сервис один это парадный нож то есть у него вот такой вот глянцевый чехол черный и у него такая ручка из кости то есть вот это вот именно кость буйвола вот этого водного а это его кожа этого буйвола и такая использовалась на параде то есть там в бой или в окоп и там шли с другими которые называли сервис 2 и они были точно такие же только там деревянная рукоятка и чехол другого света по моему он светлый вот ну короче решил взять почему бы ну во первых он больше во вторых это как бы реальный нож который существовал в 3 хотелось все-таки почувствовать в чем разница между деревом и вот этой костью потому что ну по отзывам конечно понятно то что я читал все говорят что дерево лучше по хваткости потому что это кость скользко вот ну и если она намокать будут руки будут скользить вот все остальное здесь тоже самое та же самая сталь то же самое материалы то есть деревянные ножны кожу водного буйвола покрашена на какой-то краской для кожи внутри вообще видите никак не покрашена здесь на заклепках прикручена вот эта штука я не знаю снимается или нет но мне ее не получается снять не хочу ломать значит разница дальше по чехлу все также остается как я вам прошлом видео рассказывал внутри дерево здесь обтянута кожей но единственная разница в чем что здесь я вам говорил нет никакого замка и в данном случае тьфу тьфу ну тут как не тряси какой-то все равно доля вероятности ты можешь сильно трухануть и вы трусить но пока на данный момент нет у него такого чтобы он случайно отсюда выпал или потерялся да ну понятно это дерево кожа но будет изнашиваться там разболтаются нужны в теории он может потеряться вот пока когда он новый или там мало использовали на я пока не вижу таких проблем но как бы говорю на перспективу но вот в этом ножи есть большая функциональность у здесь ты его сколько ни труси он никуда не вывалится больше здесь есть типа замка то есть видите вот он раз замыкается и все его нельзя вытащить ну как-то можно может быть замкнулся плохо нам прям до конца до конца и сюда то есть как не тяни он короче но точно не вы трусится и не потеряется случайно всего чтобы вытащить его надо только вот так вот все остальное то же самое такой же клинок такая же сталь такое же ручное производство такая же закалка тоже трехзонная закалка то есть лезвие колят более твердую сталь здесь менее и здесь менее вот делается тоже непал но фирма другая там гк и к здесь экс гурха кукри хаус то есть гурха это воины гурха которые воевали этими ножами ну сейчас воюют кукри хаус это типа мастерская которая ну типа завод который собирать эти ножи x имеется ввиду бывшие то есть они говорят что на этом же заводе где делался этот нож делались настоящие ножи по этой же самой технологии с этих самых же материалов то есть по факту отличие с настоящим ножом как бы у него нет то есть он тоже здесь идет red танк то есть полностью до сюда здесь расклепанный и то есть тоже он не сломается ничего хотите рубить и чего угодно ямы копайте там деритесь им там головы рубите продукты режьте дрова рубите то есть это полностью рабочий инструмент вот ну то же самое как я вам говорю полностью ручная работа доставка из непала поэтому как бы ну что я вам говорю там типа 89 долларов с одной стороны как бы немного но с другой стороны учитывая такое что это нож в основном для баловства для удовольствия то конечно за эти деньги можно купить что-то более практичное но явно не ручной работы ну наверное ручной работы но какой-то там я не знаю пакистан или там непонятно что но не думаю что такого качества чтобы здесь были бронзовые там боль старый чтобы была костяная рукоятка чтобы такая толщина стали было здорово чтоб такие ножны были качественные вот то есть первое отличие замок размеры материал рукоятки остальное все здесь то же самое хотя есть версии как я вам груз флотангом который идет именно по блогский флэт танк который видно с обеих сторон и здесь она заклепками проклепан есть там версии делают тоже таких не существовало в реальности но для людей где тут есть отверстия по темляки то есть их множество всяких я вообще думаю еще одну брать но уже позже скорее всего если в каролину поеду потому что я хочу взять здоровую где-то но вот это получается десять с половиной и ничего здесь все лезвие то есть 25 там 26 сантиметров а я хочу не 10 кинчей а где-то 24 и ничего так вот два раза длиннее хочу здоровую кукри как меч короче прям вот но это тоже в будущем а это я просто хотел как бы в коллекцию потому что но это как бы историческая вещь вот но то же самое на очень острая прямо острая острая она тоже самое все рубит все это самое но не знаю может быть в конце если я не забуду или мне будет не лень может добавлю тоже небольшое как бы испытание вот и последнее отличие ну может тут еще какие-то есть я имею ввиду из важных это видите здесь есть еще два маленьких мини ножа вот один из них тупой но этот нож он используется у них есть специальные там название какие-то там я уже не помню короче этот используется для правки то есть он тупой используется для правки вот разные кукри хаус и по разным заказам есть версии где они вот вместо этого ножа ложат такой или здесь маленький напильник но тоже ручного производства тоже такой весь короче кустарный и он может быть вот с такой ручкой или может быть просто полностью металлический такой же маленький напильник вот такой формы я видел но это уже как бы современное нововведение такого в старину не было ну то есть в оригинале вот такой он здесь это для правки а второй это получается обычный нож только маленький то есть к примеру какие-то вот о том чем я вам говорю те же продукты порезать вот если у вас там этот нож там он боевой весь крови или тому же ржавый там или в грязи или в том же машина масле вы же не будете резать им там какую-то еду которую хотите поесть для этого есть просто маленький нож ну то же самом здесь не особо качественные не особо острые но ручки тоже из кости буйвола вот они хранятся здесь вот таких отсеках сидят они достаточно плотно их нифига не вытрусишь вытаскиваются да с небольшим усилием и затаскиваются но понятное дело со временем от все может разбалтываться здесь размокать то есть их часто теряю поэтому как бы надо следить но пока тьфу ничего не потеряно все на месте и такие маленькие ножи они идут со всеми большими кукри как сейчас так они и раньше шли то есть практически в оригинале вот этих версий без маленьких ножей быть не должно ну по поэтому я вам про маленькие и говорю что здесь их нет ну и не факт что такой нож вообще существовал может этого уже сейчас придумали просто как уменьшенную как бы копию такого и понятно эти маленькие ножи там бессмысленно иметь потому что он сам маленький вот ну короче предварительно вот я вам все показал как бы в принципе ножом я доволен ну как бы я его когда заказывал я понимал чего беру потому что я смотрел обзоры и читал и как я вам говорю эти кукри миллион видов поэтому большой выбор но я хотел вот взять именно классику в коллекцию вот теперь из того что по пользе значит ну как бы это в продолжение того разговора вот о чем мы с вами говорили что можно взять за меньшие деньги и намного более функциональная и не хуже по качеству вот у нас например ножка бар делается в сша нужно сделаны в китае давайте посмотрим его стоимость 70 долларов то есть он стоит дешевле того кукри но этот называется нож боевое кукри комбат кукри есть у кабара разные версии кукри но здесь написано юсей эта модель ножа 1280 стать здесь обычная высокоуглеродистая по моему 1095 ручка сделана из специального материала но что-то крайтон или что-то такое называется это как такая супер твердая резина то есть это резина но в то же время она не мягкая но и в то же время она абсолютно не чувствуется как пластмасса короче такая твердая твердая резина здесь естественно тоже такой же ну red танк здесь вот его видно на балдашник я так понял вот это с алюминия и здесь гарда по моему тоже с алюминия клинок но тоже как я вам говорю это из будем делать обзор там все подробно посмотрим то есть форма кукри боевой кукри то есть она маленькая и здесь есть гарда у них есть другая версия больше без гарды как минимум одна но у них есть еще старая там бекеровская версия не знаю сейчас купить не купить то есть ну множество такого кабара вообще этих кукри миллион короче естественно был большой выбор но я решил остановиться на этой во первых что ну сыграла свою роль что она как бы мне размеры до покрывает ну то есть у меня есть большая кукри там в каролине вам показывал 13 ничего есть 10 ничего это я не помню или семь или восемь меньше ли скуку сейчас я я не помню вашем груди они не планировал записывали никаких обзор ну где-то до около наверно 8 9 и чуть-чуть такое ну видите это 10 и 5 она меньше может быть 10 и нич короче не знаю не буду обманывать ну то есть как бы она вписывается между размерами как бы закрывает эту нишу плюс она вот к примеру он говорил кукри очень хороша для работы в джунглях там по бамбуку по деревьям по рубке по разделыванию веток и то же самое например по разделыванию того же бамбука кукри хороша но не имеет смысла 13 янчевой например разделывать нагружать руку если вот это она ну просто в три раза легче и удобнее во первых у тут гарда там нету я вам говорил там во всех этих кукри есть проблема что у вас если рука сюда будет съезжать то здесь это как бы ну вообще не не проблема ваша тут гарда а например вот здесь видите если вот особенно там скользкая рукояткой вот сюда ну понятно в реальности она вряд ли произойдет ваш нормально крепко держите от сама но если она вот происходит то вы здесь сразу же здесь палец протыкаете вот этой очень острый короче херни вот это вот просто пипец пипец острое вот и никакой гарды никакой защиты здесь нету здесь понятно она не заточена я вам объяснял это для такого хвата но вот здесь руку можно как бы повредить поэтому понятно у этих ножей он горел не не идеал здесь я как бы никаких проблем не не вижу сделано все супер качественно вообще идеально понятно стали здесь тоньше из-за этого и вес но в то же время и сталь как бы другая поэтому она покрашена потому что это тоже не нержавейка для того чтобы она меньше надо было ее обслуживать она покрыта специальным покрытием я не помню как она там сера кота или что такое называется то есть типа керамического покрытия но у кабара очень хорошего высокого качества особенно у американского потому что ну есть там китайцы там на ли они просто покрасят его в черный цвет и она у вас облезла все на завтра достаточно долго держится естественно тут пожизненная гарантия и все такое кабар официально поставляли в американские вооруженные силы свои ножи у них есть производство да в сша вот этот нож делся есть производство в тайване который тоже зарекомендовал себя хорошим местом по производству качественных ножей вот короче единственное здесь я чем еще не разобрался но тоже это если будет обзор мы там подробнее все посмотрим я вот не совсем понял как работают эти ножны он шел тут как бы застегнуть нельзя вот тут можно застегнуть но она как-то не влияет ни на что это по-другому вот так вот и не можешь сюда вставить то есть ты можешь ставить ножны получается или вот так или вот так но для как тогда вот держит этот ремень получается он ничего не держит потому что ну вот она все равно выпадает видите здесь большое преимущество да вот этот чехол потому что он получается и для подвеса и для вертикального крепления и для горизонтального крепления ну насчет вертикального это я вам не заявляю потому что некоторые ножи которые не предназначены для вертикального ношения их опасно так носить поэтому надо разобраться Но я вам говорю, на первый взгляд, выглядит так, что его можно за эти моли-крепления куда-то прикрепить. Вот здесь вот ещё что-то отстёгивается. Ну, и это, понятно, на пояс. Вот петля. И здесь ещё какая-то вот застёжка. Ну, и вот, понятно, ну, боевое. То есть, здесь сделано как типа по военным этим самым стандартам. Ну, и здесь ещё что-то у нас имеется. Я даже ещё не смотрел, что здесь. А, слушайте, ну, здесь чехол ещё под какой-то нож, вот. Ну, вот, видите, ну, не чехол, понятно. Под нож ещё ножны какие-то. Вот это резинка. Короче, как бы ножны здесь хорошие. Из-за этого, как бы, вот и цена достаточно дорогая, 700 долларов для такого маленького ножа. Ну, за американский, как бы, нож. И вот у него тоже то, что людям нравится. То, что говорят, что здесь хорошо, что он и с этой стороны, и с этой вставляется. Ну, и, как бы, здесь нет никакой инструкции. Может, я не разобрался, короче, как он должен работать. Как я вам говорю, это пока анонс. Поэтому предварительно вот смотрим, что есть, то есть. Короче, вообще, как бы, очень доволен этим ножом. Всё понравилось, и качество, и комплектация, и цена разумная. Модель я вам сказал, купить можно. Я ничего не рекламирую, ни таких ссылок. В любом магазине в гугле можете найти. Я покупал на каком-то ножовом магазине. То есть, заказывал в онлайн. Вот всё в коробке поставляется. Вот США. Комбат Кукри, его название. Боевое Кукри. Вот, очень хорошее. Это понравилось. Ну, и вторая. Тоже от Кабара. Ножи Кабар. Разница это уже... У нас не Америка, но Тайвань. Но Тайвань, я говорю, абсолютно нормально всё с Тайванем. То есть, нет проблем, по крайней мере, по поводу от Кабаров. Они там ещё с 80-х годов производят ножи. То есть, это не то, что они сейчас их там начали делать. Вот. Значит, название... Блин. Мачете Кутлас. То есть, кто знаком с ножами, тот знает, что Кутлас это какая-то форма. Часто у пиратов такие показывают. Вот. Там в фильмах каких-то, короче. Видно, здесь оно уже более здоровое. По длине Тайвань. Вот. Модель. То же самое. Та же самая сталь. Там 1095. То же самое покрытие. Ну, видно, оно чуть-чуть другое. Не знаю. Более качественное, менее качественное. Просто по ощупь и по цвету, и по глянцевости оно отличается от того. Видимо, тоже разное производство. Ручка точно с такого же материала. Тоже здесь какой-то типа Red Tango. И есть отверстие под темляк. И здесь по-другому сделано. То есть, здесь вот этого видно. Ну, как бы больстер. И вот этот... Тоже забыл уже это название. Оно все выполнено, видите, в одной форме. Но тот же самый материал. Вот эта супертвердая резина. То есть, она ощущается реально круто. Не как какой-то вот этот вот дурацкий пластик. Вот. Я смотрел, да, обзоры на этот Кутлас Мачете. Очень хорошие как бы тесты по нему. Обзоры. То есть, это именно удобный. Максимально удобный рабочий инструмент. Там для любых там садовых работ. Там рубка тоже. Ветки. Бамбук. Все, что хотите, делайте. И немаловажно, друзья, цена. То есть, вот такое вот стоит всего лишь 50 долларов. Чехол здесь, правда, попроще. Он обычный, нейлоновый. Здесь, да, есть кожаные элементы. Вот. Но здесь нету там вот этой всякой двухсторонности и всей этой фигни. Вот это натуральная кожа толстая-толстая. Вот. Здесь оно застегивается. Вот здесь оно застегивается. А сам нож вот этот кладется вот сюда. Там есть что-то. Да, там есть какая-то, короче, типа резина прошита. Ну, как это обычно делают. То есть, вот он сюда. Вот, вложился. И... Вот тут вот раз. Оп. Здесь два. Оп. В принципе, неплохие ножны. Ну, да, не попроще, чем те. Нету здесь этих миллионов каких-то функций там для дополнительного ножа этого отделения. Но тоже всё неплохо. Здесь всё проклёпано. Кожа толстая. Здесь всё это... То есть, всё на пояс и пошло. Влез. Вот. То же самое пожизненная гарантия. Так. Посмотрели. Так. Надо нам ужкаряться, потому что что-то... А, ну оно так не влезет. Придётся всё равно доставать. Пум-пум-пум-пум. А, шарп. Всё быстро. Так. Так. Следующий наш шутбар. Так. И, значит... Следующий нож, но не последний. Это... Ну, тоже... Следующий, но не последний. Это от компании Кудаман. Я вообще... Или Кудаман. Я особо... С ней вообще был не знаком. Нож, чем меня привлёк. То, что он вроде бы качественный, хороший материал. И достаточно адекватная цена. С учётом того, что производство Испания. Называется он у нас... Модель 106M. И вот, как он выглядит. Чехол. Ножный. Футляр с толстой кожей. Ну, здесь вообще самый прям простейший. Прямо вот и всё. Сам нож... Выполнен из молибден ванадевой стали. Сделан в Испании. Длина, по-моему, 10 инча этого ножа. Ручка из Микарты с лайнерами из G10 или нет. Или этот прям так Микарта сделан. Ну, короче, вот красный лайнер. И вот сама Микарта. Здесь прямо видно, ну, настоящий фуллтанк. Отверстие под темляк здоровое. Сборка на таких вот торксах. Здоровенная-здоровенная гарда вот с такими отверстиями. По-моему, гарда из 420 стали. А какая сталь вот эта вот молибден ванадиум, я не знаю. Я искал ответ на этот вопрос. Даже на ножевых форумах никто ответить не может. Вот. Ну, на американских, естественно, я смотрел. Не знаю. Может, на русских знают. Короче, Кудаман сделана в Испании. Сталь молибден ванадиум. Такой вот у них логотип слон. Форма клинка бои. С такими же бритвенными спусками, как мы недавно с вами смотрели на баке. Тоже клиппоинт. Короче, шикарный нож. Вообще, ну, как... Понятное дело, что там не какой-то топ-топ. Но за эти деньги, я считаю, это обалденно. Потому что его цена... То ли 102, то ли 104 доллара. Тоже заказывал полностью новый с магазина. С ножевого. То есть, это даже ниоткуда, ни с Амазонов, ни с Эбеев. С обычного ножевого магазина. Ну, считайте, сотка баксов. За испанский такой шикарный нож. С микартой. С такими ножнами, хорошими кожанами, из натуральной кожи. Короче, понравился тоже этот нож. Вот. Но это тоже к тому, чтобы, как я вам говорил, немного покрыть... В коллекции отсутствие больших ножей. Вот этих размеров. И отсутствие практически в этих... Ну, фиксит. Не складных, а обычных ножей. И последнее. Я его сейчас не буду тоже распаковывать. Потому что он тоже уже давно пришел. Ну, так они доходили руки. Очень известная, тоже раскрученная, распиаренная компания. Эси достаточно новая. То есть, есть такие компании, да, там, типа Spiderco, там, Kabar, Benchmade. Которые существуют всю жизнь. А эта компания, она, видите, только с 97-го года. То есть, она даже новее чем там, Cold Steel. И все это. Но сборка все в США делается. Качество топ-топ. Пожиженная гарантия. Причем у них... Они заявляют, что гарантия, видите, неограниченная. То есть, там у всех limited lifetime гарантия. А здесь неограниченная гарантия. То есть, имеется в виду, не задают никаких вопросов. Ни по поводу ножей, ни по поводу чехла. Что бы ни произошло, они вам меняют. И вообще без вопросов. Ну, просто вы сами разбили нож, сломали. И все равно меняете на новый. В течение всей жизни, сколько он у вас есть. С одной стороны, это кажется как нонсенс. Но с другой стороны, если посидеть, подумать более логически, то понятно, что это уже все включено просто в стоимость этих ножей. Потому что ножи, как бы, ну да, когда ты смотришь, типа 100 баксов совсем недорого. Но когда начинаешь присматриваться, а что же в эти 100 баксов входит, да, то ты понимаешь, что... Ну, это магаз, который я заказывал с МКВ. Это какая-то реклама. Тоже это с магазина. И вот сами от Эси тоже наклейки идут. Вот такая вот пластиковая карточка. Здесь есть, типа, советы по выживанию. Какие-то сигналы, бедствия, перевод мер длины. Короче, ну, такая, типа, карточки визитки тоже. И вот еще одна Эси наклейки. Ну, это типа на машину, там, или на ноутбук куда-то можно наклеить. То есть, эти от Эси, а эти две от магазина. То, что он горел, вот. Такая, ну, тоже не реклама никакая. Просто я в этом магазине раньше ничего не заказывал. Просто прикол в том, что именно этот нож, он только в ихнем магазине продается больше нигде. Ни на Амазоне, ни на eBay. Нигде вы его не купите. Ну, на eBay кто-то может свои перепродавать уже. Понятно, в два раза дороже. Нигде вы его больше не купите, потому что это эксклюзивная модель только для них. И почему я его не хочу открывать? Потому что, видите, он еще запакованный. Вот. Здесь, кстати, есть вон еще одна, получается, пластиковая карточка. И еще какие-то вот эти картонки. Это, по-моему, для впитывания влаги. Ножны из кожи самые простые. То есть, видите, просто свернутая кожа. Все прошито. Сделано все максимально качественно. Микартовая рукоятка. Темно-коричневая. Вот с такими этими. Тоже полный фуллтанк. Обработка клинка. Это вот одна из самых красивых. Вот что-то вот такой. Она у Брэдфорда Нимбус называется. Не знаю, как здесь. Вот такой вот цвет клинка должен быть, по идее. Ну, вот здесь видно. И я не хочу сейчас уже его открывать, потому что видео слишком затянется. И, видите, он пока запаянный, герметично. Когда я буду готов уже записать полноценный разбор, этот обзор, тогда откроем, посмотрим. В общем, эксклюзивная модель для вот этого магазина. Но тоже я не от фонаря покупал. Тоже я долго смотрел. СС-4, СС-5, СС-5, Лазерстрайк и прочее. То есть, мне больше всего под мои задачи, под то, что я хочу, подошла эта модель. Вот конкретная модель G-G5. БФ это расцветка. Всего на данный момент существовало 5 расцветок. По-моему, можно сейчас купить только 3. Вот. И две, по-моему, уже проданы. Ну, вот и все, в принципе. То есть, когда-то, я вам не буду говорить тоже, что это будет скоро. Когда-то мы его распакуем, посмотрим, испытаем. В общем, все, друзья. На данный момент все. Показал я вам, то есть, получается, раз, два Кабара, Кудеман 4 и непальский. Пять новых ножей для анонса. Вот все это заняло у нас 35 минут. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь. И да благоволит вам Господь. Пока-пока. С вами был Южин Влог. Увидимся на канале. Если есть какие-то вопросы по ножам или какие-то вопросы, чтобы вы хотели, я ответил на них в обзорах по этим ножам, напишите в комментах, и чтобы я про это потом не забыл. Всем пока-пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok